Если бы Герман умел говорить, то обязательно рассказал бы ребятам о правилах оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожных авариях. Но поскольку он тренировочный манекен, приходится работать в паре с инструктором Дмитрием Черемшанцевым. Пока на одной из станций школьникам объясняют, как привести в чувство пострадавшего, восстановить ему дыхание и кровообращение, но другой ученики выстраиваются в очередь, чтобы посидеть в патрульной машине и оценить возможности рации. Автомобиль 2-2-1-0-9, приезжает с капочной остановиться. Светлана Плотникова в патрульной машине сотрудников ГАИ впервые. Это специальное громоговорящее устройство. При помощи нее мы останавливаем правонарушителей, включаем проблесковый мячок. Ученице 2-го класса интересно все. Начиная с мигалки, рации, сирены и проверки документов у нарушителей ПДД до плана перехват. Правила дорожного движения школьница старается соблюдать. Если это вы пешеход, то надо обязательно выйти, посмотреть сначала на плава, а потом уже на дело. Потому что в России плава с того дня движение. Подвижный урок по безопасности дорожного движения прошел на базе оздоровительно-образовательного центра «Золотая рыбка». В нем приняли участие ребята из 124-й самарской школы, которые приехали в лагерь на короткую пятидневную смену вместе со своими педагогами. Правила дорожного движения, считают школьники, должны знать все. Чтобы не травмироваться, не попасть в аварию, чтобы тебя не сбило машина, чтобы не было больно, чтобы ты ничего не переломал. Учащимся продемонстрировали возможности выездной лаборатории ПДД, представив четыре станции. Оборудование комплекса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучает правилам безопасного поведения на дороге. Организатором открытого урока для школьников стал Центр дополнительного образования «Искра». Детям очень нравится, у нас интересные станции, дети катаются на веломобилях, изучают дорожную карту. Мы в это лето ездили по всем лагерям, которые относятся к департаменту образования, и на следующий год, конечно, обязательно. Школьников познакомили с оборудованием и техническими новинками, продемонстрировав возможности лаборатории ПДД, среди которых веломобили, модели светофоров, наборы различных плакатов, настольные игры, манекен «Первая помощь» и многое другое. Такие выездные занятия, они оставляют значимый след, и мы считаем, что определенные навыки получаются и в дальнейшем они будут их использовать для своей же безопасности. В рамках занятия педагоги с ребятами закрепили правила дорожного движения, где каждый участник смог примерить на себя роль пешехода, водителя и пассажира в безопасных условиях. Помимо этого, со школьниками повторили значение дорожных знаков, рассмотрели, для чего необходимо носить светоотражающие элементы и средства индивидуальной защиты при управлении велосипедом. Ольга Павловна, Петр Паломеев, События.